Давайте мы с вами сегодня рассмотрим следующую сдачу. Вот у нас наша Земля, ну или не обязательно Земля, другая планета, типа сферическая. По ретинке у нас получается однородный шар, плотность уро. И прилетают к нам инопланетяне, смотрят, как мы тут живем и что мы делаем со своей жизнью, возмущаются этим делом и начинают сверлить дырку. Начинают сверлить дырку сквозь всю Землю, вот так вот ее сверлят на расстоянии d от центра, на расстоянии d от центра. Ну а потом что-то происходит, там, не знаю, прилетает метеорит какой-нибудь, сшибает их с орбиты. Команде метеориты потом вручают звание Героев Советского Союза. Это стандартный сценарий, да, это ничего необычного. Ну или Орден Почета, в зависимости от того, чьи они функциональности, чьей страны они отличат. И в итоге инопланетян сшибают в этот туннель. Их сшибают в этот туннель, они, получается, падают, попадают в него. Оказывается так, что у них в момент попадания в туннель не было начальной скорости. Не было начальной скорости. И в итоге что происходит? Сила тяготения направлена к центру. Она первую половинку пути начинает тянуть вот этот объект к центру планеты. Но поскольку туннель, мешая приблизиться к центру, тело движется вдоль туннеля, потихоньку ускоряется, приближаясь к центру. А затем в этой точке сила притяжения меняет направление и начинает тело, наоборот, тормозить. Понятно, что он по инъекции проскакивает в положении реонаресия, движется дальше. Здесь, по закону сохранения энергии, оно должно остановиться на верхней поверхности. Ой, на противоположном конце туннеля. Ну вот, я взял истек земли. Случается. Случается. Почувствуй себя в угонном. Сотоли землю. Ну вот, еще более корябая земля получилась. С разрывчиком, с уступчиком. Вот, вылетают, получается, на противоположном конце, но поскольку скорость уже стала нулевой по закону сохранения энергии, то тело останавливается и начинает двигаться обратно. В итоге, получается, у нас тело, заброшенное вот в такой туннель, получается, тело, запуская туннель в изначальной скорости, оно будет совершать колебания по этому туннелю. Стащится и в том, чтобы найти период колебаний. Тело запускает. Туннель. Без начальной скорости. Без начальной скорости. Найти период колебаний. Без сопротивления, без силы сопротивления воздуха, без трения о стенке, без каких-то побочных движений, просто период колебаний в туннелях. Период колебаний в туннеле. Примерно такая. Не примерно такая, а точка вот такая фабрилка сдачи. Сдача весьма классическая, очень широко встречающаяся в разной учебной популярной литературе, на самом деле. В частности, на основе вот такого идеи предполагалось, ну, не то, что предполагалось, просто такая гипотетическая модельная ситуация, что вдруг нам удастся там, ну, по определенному уровню развития технологий действительно научиться бурить такие туннели на любом расстоянии от центра Земли. И по такому туннелю можно запускать будут грузоперевозки за счет только гравитационного поля Земли. Причем первая половина пути у нас тело свободно падает, по сути, ускоряется. Затем оно само может тормозиться, нам даже тормозов не надо никаких применять, а на выходе из туннеля имеет нулевую скорость. Удобно? Удобно. А кроме того, можно сейчас еще посчитать время и оценить, насколько это не только удобно, но и быстро. Проблема, конечно, в том, как это реализовать все технически, инженерно, но пока, может быть, нам не получится. А может, там лет через 500, кто знает. Вся Земля будет вести таких туннелей. Хотя это, на самом деле, фантастика такая вот примерно годов, ну, конца 19 века, я бы сказал, когда задача примерно была решена. Итак, нам нужно посчитать период колебаний. Нужно посчитать период колебаний. Это можно сделать разными способами. Разными способами можно решить, записать, вернее, уравнение движения тела и попытаться найти из него, из его решения. Либо попытаться по общей формуле, по общей формуле для периода, которую мы выводили. И, вернее, мы выводили с вами формулу не для периода, мы выписывали формулу для, по сути, решения одномерной задачи. Решения одномерной задачи. Мы писали, что t равно интеграл от dr, деленного на что-то. Давайте я эту формулу напишу. То есть, получается, вариант первый. Это можно сделать из уравнения движения. И это мы сделаем тоже. С него, пожалуй, мы и начнем. Вариант второй. Из общего решения одномерной задачи. Решение одномерной задачи. Так, из уравнения движения давайте напишу закон Мьютона, имеется в виду. m разными точками равно f. Из общего решения одномерной задачи мы выписывали решение вот в таком виде t плюс t нулевую равно интегралу от dx на корень из две массы e минус u от x. Вот этот интеграл бы выписан у нас под темой общее свойство одномерного движения. Общее свойство одномерного движения. Действительно, общее решение. Любую одномерную задачу всегда можно свести к такому интегралу. Мы это строго показали. Ну, не то чтобы строго, но вполне четко. Давайте начнем с того, чтобы определим сначала, какая все-таки у нас здесь сила действует на тело. Понятно, что сила тиротиния. А вот какая она и какое-нибудь числовое значение, как она зависит от координат. Этот вопрос остается открытым на данный момент. Потом еще из него выразим потенциальную энергию, чтобы получить в итоге оба решения. Давайте мы здесь в качестве обобщенной координаты возьмем как раз положение тела в тоннель. Общенную координату выберем вот таким вот образом. Вот у нас пусть будет... Вот это пусть будет 0. 0. И возьмем вот такую вот ось. Пусть будет ось Х. Пусть будет ось Х, если удобство. Начало координат соответствует максимальному приближению, наибольшему приближению к центру. Наибольшему приближению к центру. Общается ось Х вдоль туннеля. Х равно нулю. Это получается приближение к центру максимально. Можно, конечно, было бы решить задачу для тоннеля, проходящего через центр, но она там даже проще решается с одной стороны. Но таким вот образом, во-первых, удобно, во-вторых, будет некоторый более интересный результат получен в плане зависимости от параметров исходных. Приближение к центру на расстояние D. На расстояние D. В общем, середина туннеля. Середина туннеля. Ай, перелеснул. Давайте попробуем выразить силу. Выразить силу. Выразим силу. Силу F. Тело у нас движется за счет силы тяжести. За счет силы тяжести, то есть мы можем его переписать в виде стандартного вот таком. M на G. Останется разобраться с тем, что такое G, но это мы сейчас потихонечку сделаем. Сила получается равна M на G. Можно здесь провести аналогию с электрическим полем. Если рассматривать M как своего рода заряд, то тогда G это получается напряженность революционного поля. С одной стороны, это ускорение свободного падения. Действительно, наблюдаемое, обычное. 9,8 на поверхности Земли метр в секунду. Квадрате. С другой стороны, можно рассматривать G как напряженность гравитационного поля, имея в виду полную аналогию с полем электрическим. Напряженность гравитационного поля, гравитационного поля, поля и оно же ускорение свободного падения. Оно здесь будет зависеть от координаты, и в каждой точке туннеля оно будет и направлено по-разному, и иметь разный размер. Разный размер, разную величину. Размер, что я сказал. Размер гравитационного хорошего, надо запомнить. Подкалывай студентов на данном анализе. Так, ускорение свободного падения. Получается, в точке х, равное нулю, оно направлено будет относительно туннеля вертикально к центру, а в любой другой точке оно будет направлено вдоль радиуса. Оно направлено, получается, к центру вдоль радиуса. G всюду направлено к центру. Направлено направлено к центру шара. к центру шара, то есть вдоль радиуса. Ширину туннеля предполагаем маленькой, пренебрежимого по сравнению с R, то есть поэтому движение может быть действительно одномерным. Там нет такого, чтобы просто, не знаю, тело начнуло так совершать такие колебания и отскакивать от стенок. Это вам нет. какого, господи. Забыл, как называется проект SpaceX, который что-то там эй, ладно, не важно. В общем, Magnetic Club вроде бы он назывался, что ли. А не, наверное, не так. Magnetic Club это что-то другое. Так, так, так. Не суть, в общем. Идея призов факторов на туннелях тоже известно. G всюду направлено к центру шара. Давайте попробуем этим воспользоваться и посчитать эту самую G. У нас проблема в том, что надо посчитать G, находящийся внутри шара. Мы можем вообще формально, кстати, сделать это по принципу суперпозиции. Вот если мы помещаем тело в какую-то точку X, в какую-то точку X, допустим, она у нас где-то вот где-то вот здесь вот находится. Ай, что это будет делать? Если тело находится в какой-то точке X, то мы можем взять какой-то, разбить, вернее, наш шар на элементы объема dV. Разбить шар на элементы объема dV. Здесь у нас получается вот такой вот некоторый радиус вектор r' расстояния. И G формально можно вычислить как интеграл от распределения плотности шара. Получается интеграл от ропа dV на r' в квадрате и еще r' вектор на r. Тоже штрих на его модуль. Со знаком минус, потому что притяжение. Так, минус отвечает притяжение к центру. Но такой интеграл считайте, во-первых, противника. Противника. Ладно, если у нас тело находится в центре, тогда все будет легко, да, все легко, интеграл посчитается на момент. А так нам, получается, нужно вывести интеграл по сфере для произвольного r' То есть, получается, решение это общее существует, но вот вычислить его немножко бывает затруднительно. Только в отдельных частных случаях можно что-то с этим сделать более-менее простое. Допустим, тело находится в центре шара, может быть, если выбрать систему координат правильно, то можно посчитать, конечно. То есть, если правильную систему координат выбрать, то в сферических координатах скорее всего вычтить можно, но это будет достаточно такая затруднительная. У нас каждый элемент объема dv тянет тело к себе, в итоге, в целом, в совокупности они все в сумме тянут его к центру. Тянут его к центру. Принцип суперпозиции, с одной стороны, это общее решение уравнения пуассона для гравитационного поля. Общее решение уравнения пуассона для гравитационного поля мы можем построить вот такое уравнение. Давайте им еще не равно, пишу пропорционально. Пропорционально. Не бегусь писать точку ознакляемства, потому что насчет константа не уверен. пропорционально 4p на гравитационную постоянную на плотность шара, на плотность шара, и g будет равно минус радиенту φ. минус радиенту φ. То есть, формально, вот эта вот интегральная запись, принцип суперпозиции, это общее решение вот такого вот уравнения Лапласа, которое вы сейчас, надеюсь, изучаете где-нибудь в курсе ММФ. Где-то рядом должны быть по времени, но если не сейчас, то, наверное, при динамики по следующим семествам тоже с ними изучить, ничего страшного там нет. Общее решение уравнения Лапласа выражается принципом суперпозиции. Принципом суперпозиции, другое дело, что построить его, это в общем виде-то мы интеграл записать можем, а фактически посчитать далеко не всегда. Чтобы с этим не бороться, на помощь нам приходит теорема Гаусса. На самом деле, чтобы принципом суперпозиции не мучиться, удобнее применить теорему Гаусса. Давайте мы посчитаем поле G сначала вне шара. Вне шара, а потом перейдем внутрь, просто обобщая результаты, полученные для внешней области. Удобнее применить теорему Гаусса. Ну, или Гаусса Стреляцкого, кому как угодно, потому что очень часто бывает так, что немножко ревностно относятся к упоминанию фамилий всех. Так. Давайте мы возьмем, вот у нас есть наш шар. Наш шар. Давайте сначала посмотрим за случай А вне шара. Вот шар радиусом R большое. Масса шара это 4 третьих пи R в кубе на ру. Вот для удобства буду использовать ее. Масса шара. И находимся мы в какой-то точке. Вот ищем поле G вот здесь. G направлено к центру находится на каком-то расстоянии А. Ну ладно, пусть будет R маленькая от центра. На каком-то расстоянии R маленькая. Давайте мы, чтобы посчитать G в этой точке, возьмем сферу. Возьмем сферу радиуса А. Радиуса А, господи, радиуса R сферу радиуса R. И вычислим поток G через нее. То есть сколько у нас G поля протекает через эту сферу. Вот такая сфера. Вычтение потери мегаусса возможно вы на электричестве делали, поэтому что-то в этой процедуре знакомо. Вот сфера радиуса R. Чему равен поток по определению? По определению поток это интеграл. Давайте у большого его обозначу. Это интеграл по замкнутой поверхности сферы пусть она будет S обозначена от G на DS скалярное произведение G на DS Что мы здесь получаем? Что мы видим? Скалярное предприятие у нас DS элемент направлен в противоположную сторону. DS это нормаль во внешней области всегда теории мастер-Градского хаоса нормаль во внешней области. Векторы противонаправлены, поэтому мы можем записать знак минус знак минус интеграл по замкнутой поверхности от S но самое главное что они противонаправлены и в то же время мы везде на сфере видим что G направлено в общем-то оно хоть и противонаправлено но по крайней мере как это называется коллинеарно DS то есть G всюду у нас направлено строго против DS поэтому мы можем записать вместо скалярного произведения просто произведение модулей произведение модулей с знаком минус G на DS всюду G перпендикулярной поверхности направлено вдоль элементарного вектора DS вдоль вектор единицы площади что это нам дает G всюду перпендикулярной сфере это это раз и более того G получается всюду модуль G всюду одинаков всюду на этой сфере одинаков сферы в какую бы точку мы не открулись мы увидим что там G направлено всегда к центру и имеет одно и то же значение без каких бы то ни было изменений в результате в результате что получаем мы можем это самое G просто вынести за знак интеграла от положения на сфере оно независимо минус G интеграл ODS интеграл PDS по всей поверхности это просто площадь просто площадь у нас получается минус 4P R в квадрате площадь сферы на G вот с одной стороны у нас вот такое значение для потока поля G известно мы конечно еще не знаем чему равно G но это мы сейчас сможем легко устранить у нас потому что есть второй закон Ньютона закон тяготения Ньютона вернее второй закон и закон тяготения и вычислим из него G а потом из этих двух результатов мы получим поле внутри сможем получить поле внутри сферы это значение потока оно универсальное оно работает и внутри и вне то есть скажем так Q одинаково выглядит и внутри и вне сферы этот результат работает и внутри внутри шара вычислим поток по-другому точнее не поток а G из закона тяготения Ньютона давайте напишем так из закона тяготения Ньютона так F сила с одной стороны это минус Mg почему минус плюс Mg с одной стороны это сила тяготения сила тяжести падения на центре с другой стороны Ньютона сказать тяготение мы можем записать это минус G M M на R в квадрате R на R направлено против радиуса это знак минус отсюда видно чему равно чему равен вектор G просто сокращаем на массу остается вектор G ну и модуль соответственно тоже модуль соответственно тоже видим направление понятно к центру отсюда видно что модуль G без вектора просто без вектора и без знака это G M большое на R квадрате модуль ускорения силы тяжести в итоге мы сопоставляем две этих формулы и видим что поток не зависит от радиуса поток не зависит от радиуса сферы которую мы взяли определяется только массой которая находится внутри нашей маленькой сферы радиуса R маленькая других никаких причин никаких других величин свойств определяющих поток у нас нет в итоге Q равно минус 4P R квадрат G знак минус показывает что у нас поле втекает в поверхность и в центр по сути дела втекает как сток так минус 4P R квадрат на G на M на R квадрат R квадрат сокращается остается минус 4P G на M дальше если у нас возникла сложность со знаком у нас все равно получился правильный результат поток определяется только массой тела находящегося внутри выбранной сферы причем на самом деле мы если посчитаем поток через любую другую поверхность не обязательно сферическую как угодно мы ее не деформировали у нас все равно результат будет одинаковым это доказывается в том числе в матанализе для такого во-первых матанализе доказывается во-вторых у нас поле является потенциальным поле G это потенциальное поле поэтому именно поэтому оно будет инвариантно к изменению поверхности как бы мы поверхность не мяли у нас всегда поток будет одинаковым поток будет одинаковым за счет потенциальности поля а так получается что в итоге поток зависит только от массы планеты от массы шара от массы планеты потенциальности точно точно так же можно сделать для поля электрического где поток будет определяться только с зарядом суммарным системы находящейся внутри выбранной поверхности и ничем другим но мы в итоге можем теперь воспользоваться этим результатом для вычисления потока внутри сферы внутри шара точнее для вычисления не потока а для вычисления ускорения силы тяжести потому что нам как раз именно эта сила тяжести и нужна если мы забыли о том что мы делаем мы решаем задачу мы ищем силу действующую на тело в туннеле в итоге нужно посчитать ускорение силы тяжести внутри туннеля давайте сделаем буквой B внутри шара вычислим G внутри шара вот теперь у нас шар помятый снова как обычно получился и мы рассматриваем поле G где-то вот здесь вот у нас G и мы выбираем поверхность R маленькая теперь внутри этого шара вы подобную задачу может быть делали на электричестве возможно будете делать на электродинамике весной про расчет электрического поля снаружи и внутри заряженного шара примерно тем же путем через Тереман Гаусс либо через уравнение полосона оно решается хотя кстати через уравнение полосона тоже можно было бы решить оно потому что здесь одномерное будет только изменение по радиусу поэтому в принципе найти решение можно и через диффор через дифференциальное уравнение итак найдем теперь поток через эту поверхность через эту поверхность собственно чего его искать он по-прежнему получается такой же но теперь масса зависит вернее масса только та которая входит внутрь сферы q получается равно давайте им шубку r маленькая это минус 4 пи на g и на массу r маленькая потому что у нас масса которая во внешней области она не определяет не дает вклада в силу тяготения масса во внешней области во внешней области на g не влияет почему не влияет ну можно очень легко посмотреть даже условно говорят вот у нас тело находится в этой точке и у нас возникает такое условно деление часть шара тянет его вправо близко расположенная но маленькая а другая часть далеко расположенная дальше зато более крупная по объему тянет шаг влево тянет наше тело влево если посчитать из принципа суперпозиции эти две силы мы увидим что результат на самом деле действительно полностью одинаковый и силы друг компенсируют сумме получается ноль внешняя область не вносит никакого вклада в силу это нужно обязательно помнить и учитывать что у нас получается такая своего рода экренировка своего рода экренировка если бы у нас внутри земли была полость то все находящееся внутри этой полости было бы в невесомости и неважно какое у нас экспедитение при этом никакой был бы размер земли и прочее точно так же с электрическими зарядами если у нас есть заряженная оболочка то внутри этой оболочки электрического поля нет внутри этой оболочки электрического поля полностью отсутствует оно полностью исчезает оболочка его испускает вовне но внутри она тоже конечно каждая точка каждый элемент оболочки создает поле но он полностью компенсируется соседями и в итоге в сумме получается нулевое поле не только в центре Идеальная невесомость навсюду была бы. Здесь же у нас, поскольку есть еще масса, находящаяся внутри, в внутренней области, то она, понятное дело, будет тянуть. Получается, внешняя область, силы, действующие от внешней области, скомпенсировались, осталась только сила, действующая от внутренней области. Она тянет к центру, потому что вся внутренняя область, она находится левее на рисунке, она вся тянет того, нашего объекта, находящегося в этой точке к центру. И получится, что поток определяется только лишь массой, находящейся внутри радиуса r маленькая. Внутри радиуса r маленькая можно записать его вот таким образом. Поток, получается, посчитали с одной стороны. А с другой стороны мы знаем, что поток – это интеграл от gPDS. И мы его тоже считали. Вот у нас поверхность s такая. где-то мы у нас 4π на радиус поверхности на g. минус 4π на радиус поверхности в квадрате на g. Отсюда можно сразу вытащить из этих двух, поскольку это один и тот же поток, можно вытащить сквозь свободного падения внутри шара. Внутри гравитирующего шара. Те же слова можно сказать про электрическое поле внутри гравитирующего заряженного шара. Отсюда мы получаем, что g равно следующему. g равно… Ай, да ладно, давайте приравняю аккуратно. 4πr квадрат на g равно 4π. Гравитационная постоянная объем шара плотность. 4π сокращается, r квадрат сокращается. g, получается, зависит по линейному закону от расстояния. 4 третьих π g на ρ на r. Вот такая, получается, формула для модуля ускорения свободного падения. Линейная зависимость. И сила тяготения, получается, сила притяжения в центре. Сила притяжения к центру тоже линейно зависит от расстояния. И сила притяжения к центру mg равна минус 4 третьих π на ρ на g на r. Так, на единичный вектор, который задает направление с учетом знака к центру. И еще, а, кстати, да, можно отсыркотить. И на массу. У нас получается, что сила пропорциональна расстоянию. Сила пропорциональна расстояния – это закон гука. Закон гука, который работает для пружинок, для упругих тел, для резинок, не сильно растянутых. То есть, в принципе, обычная линейная сила. Обычная гуковская сила. Сила получилась. Фактически, это получился закон гука. Закон гука. Ну, это нам на самом деле повезло. Повезло отчасти, потому что, во-первых, мы предполагаем, что у нас равномерное распыление плотности ρ, в первую очередь. Ну, и идеальная сферическая симметрия системы. В реальности, конечно, у нас Земля неоднородная. У нас плотность к центру тоже немножко меняется, хотя не так сильно, как в звездах, например. По поверхности Земли у нас есть выраженные четко неоднородности, где-то континентальная массива, где-то океаническая кора. В итоге, получается, масса этих элементов тоже неравнозначна. Да и в целом форма Земли не идеальный шар, поэтому, естественно, плотности у нас не будет. Такой хорошей, простите, красивой функции. Полность не будет константой являться. В итоге, получается, интеграл в точности посчитать может оказаться затруднительным, но как приблизиться к нему мы сможем. Все, что будет, будет на самом деле малой поправкой. Хотя в какой-нибудь ситуации, наверняка, можно придумать... Ну, если бы сила, допустим, зависела кулоновская, ньютоновская, точнее, не как r квадрата расстояния, а как-нибудь по-другому, ну, мы получили бы другой закон в зависимости от радиуса, совершенно другой, который бы не подходил под вот это вот... который не давал бы вот это вот конкретное описание. Тем не менее, в нашем случае нам повезло, получился закон Гука, и можно спокойно записать уравнение движения. Уравнение движения. Уравнение движения. m, r с двумя точками равно m, g, то есть минус 4 третьих, пи на ровно g на m, на r. На массу сокращаем. Массу предполагаем достаточно маленькой, чтобы не вызывать протяжение... не вызывать, вернее, влияние на планету. Ну и в проекции на ось х, в проекции на ось х, на ось тоннеля, у нас получается очень тоже простое уравнение х с двумя точками плюс 4 третьих пи на ровно g на х равно 0. Обычное линейное однородное дифференциальное уравнение с постоянными коэффициентами, и более того, вот это, по сути дела, уравнение колебаний. Вот это можно обозначить, этот комплекс параметров, как чистоту собственную, которая равна, которая связана с периодом. В итоге мы отсюда период колебаний сразу находим. Это вот собственная чистота. Ну и период колебаний отсюда выражается тоже элементарно. У нас получается, что 2 пи на t равно корню из... 4 пи на ровно g на 3. Отсюда период, чем уровень. Двойка сокращается с четверкой. Благодаря корням пи и корень из пи сокращаются. У нас получается все выражение под корнем. 3 пи деленное на ровно g. Все под корнем. Получился период колебаний тела в тоннеле. Но это вот, опять же, стоит подчеркнуть, что нам повезло в том плане, что мы смогли записать уравнение движения в простом виде, в линейном виде. И вот этот период колебаний он нам описывает полное движение от одного конца тоннеля до другого. В реальности, в реальных, ну, вернее, в реальных, более ситуациях, более, вернее, сложных, если бы мы учли зависимость роя от радиуса, если бы мы учли какие-нибудь еще эффекты дополнительные, или бы у нас была другая величина силы взаимодействия, то у нас такого идеального периода бы не получилось, потому что не возникло бы линейного уравнения. Тогда бы мы смогли найти только период колебаний каких-то малых вблизи равновесия. А так получилось, что период колебаний тела в тоннеле работает для любой амплитуды. Уравнение полностью гармоническое, ну, и связано это, на самом деле, отчасти со структурой силы, которая действует. Ньютерновское поле, оно вот обладает такими свойствами, такой симметрии, что, убывая там какие-нибудь сценарии квадрат во внешней области, из-за этого возникает такой эффект, что попросту ну, как бы сказать, господи. Из этого возникает, получается, такой эффект, что поле, оказывается, вернее, скажем, что сила действующая оказывается легко вычислимым, что мы можем легко построить по линейному закону, по гуковскому закону в тоннеле. Вот, получается, такой период колебаний тела, можно подставить и оценить числовые значения, можно подставить числовые значения, это будет примерно 5000 секунд, не буду вычисления время тратить, или час и примерно 20 минут. Час и примерно 20 минут, 22-23 минуты от часа это займет. Так, самое это интересное в этом результате мы видим, что у нас полностью исчезло расстояние D. Оно нигде здесь не фигурировало, ни в вычислении силы тяжести, ни где-то еще, связано только с тем, что у нас полностью центральная симметрия движения тела, и в результате действительно у нас расстояние D полностью исчезает из формулы, период колебаний не зависит от расстояния от тоннеля до центра Земли. Если бы мы пробурили туннель через центр, мы получили бы время пролета с одного конца в другой, половинка от периода, то есть примерно 40-50 минут. Если мы пробурили туннель близко к полюсу, мы бы все равно получили время пролета 50 минут. Вот такая возникает универсальность, что время движения одинаково по туннелю любой ориентации, любой длины. Вот такая особенность. С поправками на неоднородной Земли, конечно, было бы не так, но в целом в среднем временам будут именно вот такими и мало отличающими друг от друга. Давайте на этом пока сделаем перерыв и в следующей половинке пары посчитаем период по другой формуле через потенциальную энергию, через интеграл от потенциальной энергии. Давайте пока пройдемся. Так, давайте мы вычислим теперь период колебаний по потенциальной энергии. Значение t можно найти, зависит оно, получается, только практически от плотности тела, ну или от массы центрального тела, от массы радиуса, можно так и так выразить. Давайте вот по этой формуле вычислим. По этой формуле получается у нас еще раз t плюс t нулевое это интеграл от dx на корень из 2t e минус u от x формула для номерного движения. Ну и нужно посмотреть, чему будет равен именно период в этой задаче, потому что эта формула дает общее решение в виде обратной функции траектории t от x, а у нас происходит движение от некоторого максимального значения до нуля и обратно. Значение до нуля, а потом до минус максимального и обратно. Вот у нас x от 0 x максимальная соответственно здесь минус x максимальная. Как мы можем отсюда вытащить период? Время, которое нужно телу для того, чтобы пройти от начальной точки до нуля, будет интегралом дельта t от нуля до x максимального. Вот так его обозначу. Чему оно равно? Оно равно интегралу от нуля до x максимального под x на 2 на m две массы e минус u от x. Всего у нас за период тело проходит этот путь четырежды. Четырежды, потому что от максимального до нуля, от нуля до максимального и еще два раза обратно. Получается, нам достаточно посчитать интеграл на 1 четвертеньке пути, а потом умножить его на 4. t получается равно 4 дельта t. 4 дельта t, что немножко упрощает подчисление, потому что если мы подставим период, получается, то у нас интеграл от x максимального до x максимального. Такой интеграл вроде бы равен нулю, по идее, по правилам анализа. Но мы знаем, что должен быть не ноль, потому что у нас тело все-таки совершает движение, у нас перемещение нулевое, а путь вроде не нулевой. Поэтому вот здесь разница между путевым перемещением неожиданно выстреливает. Так, неожиданно возникает какая-то разница. t равно получается 4 интеграла от нуля до x максимального. x максимальное как можно выразить? из прямоугольного треугольника x максимальное в квадрате длина катета это у нас r квадрат минус d квадрат r квадрат минус d квадрат r квадрат минус d квадрат под корень dx корень из двух из двух масс энергия энергия начальная но мы знаем что мы закидываем тело безначальной скорости поэтому он достаточно будет посчитать потенциальную энергию в точке x максимально минус u x минус u от x e равно u от x максимально вот получается мы сформулировали все и осталась только одна загвоздка мы не знаем потенциальную энергию не знаем потенциальную энергию но мы знаем силу хотя бы в этой задачи и это нам позволит так или иначе сейчас все посчитать потенциальную энергию мы сможем вычислить мы знаем чему равна сила мы знаем чему равна сила сила равна я там она выписана ну вот сила протяжения к центру там где подписано что фактически закон лука сила известна сила известна потенциальную энергию отсюда вычислить тоже труда не составит вычислим u найдем u от x так сила действующая на точку с одной стороны это у нас минус 4 третьих pi rho на g минус 4 третьих pi на плотность на g и на радиус вектор на радиус вектор с одной стороны вот так а с другой стороны это минус градиент потенциальной энергии минус градиент потенциальной энергии и у нас на помощь здесь может прийти тот факт что потенциальная энергия что поле является центральным. Поле является центральным, центрально-симметричным, поэтому мы на самом деле можем записать вот такое значение, вот такую, вернее, функцию. У нас поле центральное. Потом мы перейдем к координате x. x в каждой локальной точке можно спокойно выразить через тоже r и d. Формулу для градиента потенциального поля на транзорах поводили. На транзорах поводили. Другое дело, что, может быть, было уже немножко забыто, но тем не менее формула для градиента потенциального поля выглядит следующим образом. Я ее просто проведу без вывода. Минус производная потенциальной энергии по аргументу и на хвостик r делить на r маленький. r делить на r модуль. Единичный вектор вдоль направления радиуса. знак минус из градиента потенциальной энергии. Мы отсюда можем очень легко в итоге вытащить функцию u, потому что мы знаем, чему равна f, соответственно, мы знаем, чему равна величина у штрих. Мы величину у штрих видим, вытаскиваем отсюда знаки, убираем вектор r и у нас остается всего ничего. очень простое компактное выражение для u штрих. u штрих от r равно знак уходит, знаменатель переходит в правую часть и получается 4 третих p, rho на g и на модуль r вместо вектор и модуль. И знаменатель пришедший. Ну и отсюда вычислить интеграл. Вычислить интеграл труда не составляет, у нас получается некоторое u нулевое, некоторая константа. постоянное интегрирование плюс 2 третих p r g r квадрат. Просто принтерировали, взяли, вернее, неопределенный интеграл от функции push3. Есть некоторая константа, которую можно, конечно, и оставить в выражении, можно и сразу от нее избавиться. Если мы положим, допустим, пусть у нас u от нуля равно нулю, тогда константа u нулевое должна быть тоже равна нулю. Просто удобно и наглядно. Просто от нее избавляемся и все, чтобы она не мешалась. Вот так. В итоге мы получили, что потенциальная энергия имеет параболическую форму, ну, в общем-то, для гуковской силы так и должно быть. У нас получается параболическая форма, и энергия пропорциональна отклонению от расстояния, отклонению от расстояния до центра. Вектор r квадрат, точнее, не вектор r квадрат, а модуль r квадрат, можно тоже выразить из прямоугольного треугольника в какой-то произвольной точке, в какой-то произвольной точке, если мы находимся, то у нас снова получается r – это гипотенуза, соответственно, x и d – это у нас два катета треугольника. r квадрат – это просто d квадрат плюс x квадрат. Минимальное значение потенциальной энергии, которое, возможно, определяется в точке x, равной нулю, будет даваться расстоянием d, расстоянием d до центра. В итоге мы теперь можем с этим знанием взять и пойти спокойно в интеграл и посчитать все, что нам нужно. Во-первых, мы знаем, почему равна x максимальная и даже r максимальная. Вернее, не x максимальная, да, у нас потенциальная энергия в точке входа в туннель – это u от r получилась. e равно точке x максимальная соответствует r это равно просто u от r большого 2 третих π ρ ой, я что-то π важное писал. 2 третих π ρ g r большого квадрата. Честно подставляем все под интеграл и его вычисляем. Здесь опять же возник тоже некоторое везение в этой значке в том плане, что простая потенциальная энергия, соответственно вычислимый интеграл, вычислимый интеграл, но тем менее все можно спокойно вычислить. Здесь главное просто аккуратно последовательно не запутаться с тем, как вычисляем потенциальную энергию. Чаще бывает, что потенциальная энергия дана, потенциальная энергия дана и нужно просто посчитать сам интеграл готовый по готовой формуле, но возникает проблема в том, как его посчитать. Здесь у нас еще интеграл легко считается, не только дифференциальная равния не пишется. Хотя бывает так, что можно посчитать интеграл там, где дифференциальное уравнение решения не имеет. Простого. Вернее сказать, имеет, но чтобы это решение найти, надо в блоку копаться справочников, математики и разбираться, что к чему. Тем не менее, интеграл чаще считается проще, чем решается дифференциальное уравнение. Мы это один раз подчеркивал. На какую-то из задач можно сказать еще раз, что да, действительно, интеграл считается проще, чем дифференциальное уравнение. Давайте посчитаем, подставим все. Наконец, найдем период. Покерим период колебаний. Период колебаний в тоннеле. t большое. 4 интеграла от 0 до r квадрат минус r квадрат. По dx 2 на m Полная энергия 2 третих π g ρ r квадрат. И потенциальная энергия тоже 2 третих π g ρ. Общий множитель можно было вытащить на РСЛ. r в квадрате r в квадрате в d квадрат плюс x квадрат. Здесь еще важно, что использовать в качестве общения координата радиус r маленькая тоже на самом деле можно, но с ним надо действовать аккуратно, потому что у нас dx и dr не эквивалентны друг к другу. dx это движение линейное, а dr получается, там есть и линейное перемещение, и поворот, совмещенный с вектором, совмещенный, вернее, с движением точки по тоннелю. В итоге, получается, dr имеет более сложную конфигурацию, и мы не можем напрямую вот так вот взять и легко сопоставить. То есть нельзя взаменать или поставить просто у от r маленького вместо вычисления интеграла, вместо, вернее, у от x здесь можно, но надо делать это аккуратно, аккуратно и деликатно, стараясь ничего не потерять при образовании дифференциалов. Ну, давайте, что здесь получается. Четверка у нас присутствует, четверка присутствует. Так, из-под корня можно вынести с подкогнием можно вынести. Так, 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 так. А я кое-что забыл потенциальной энергии. Потенциальной энергии ничего не забыл. Силу я написал, это не сила, а же. Сила еще включает в себя массу всегда. Здесь должна быть масса. Здесь тоже должна быть масса тела. И здесь должна быть масса тела. Везде надо массу дописать. Обязательно, иначе у нас получится результат недостоверный, даже по размерности. Масса должна всегда присутствовать. Потенциальная, вот здесь изначально было написано не потенциальная энергия, а потенциал поля. А энергия поля это масса умножить на потенциал. Энергия, вернее, тела это масса умножить на потенциал. Как МЖН. Вот здесь, получается, нам везде массу дописать. 2 третьих массы и здесь 2 третьих массы. Туда получается 2m 2 третьих m p на g на ρ. Масса сокращается. Общий множитель из-под интеграла, из-под корня вытащили. Под корнем остается просто dx на корень из r квадрат минус d квадрат минус x квадрат. Кстати, я неправильно верхний предел написал опять. И вчера меня так переклинили, вот x max. Ага, вот. А, у интеграла нормально написано. Опечатка верхней предели, поправьте, пожалуйста. Не видят? Не заметили, переписали. Верхний предел от r квадрат минус d квадрат. r квадрат минус d квадрат. Ну, и что здесь у нас есть? Интерграл стандартный, табличный. Стандартный табличный r синус. Если здесь объединить r квадрат минус d квадрат, мы получим, что интеграл является стандартным r синусом без каких-то дополнений. Так, четверка. корень из четырех по-моему, сорвать. Множитель перед интегралом получается. Четверка сокращается в двойку с подкоренным выражением. Два корня из трех из знаменателя тут уходит. Здесь m, о, неправда, p, m уже ушло на рационную постоянную и на плотность. Ну, и арксинус. арксинус x на корень из r квадрат минус d квадрат в пределах от нуля до корня из r квадрат минус d квадрат. У нас получается на верхнем пределе арксинус одного, на нижнем пределе арксинус нуля. Арксинус нуля ноль, арксинус одного пивополам. Это легко вспомнить. Ну, или хотя бы из соотношения синуса найти, что если арксинус одного чему-то равен, и мы знаем, что синус π пополам – это один, значит арксинус одного – это π пополам. Интеграл, получается, равен просто π пополам, двойка сокращается, и в итоге у нас получается очень простое выражение для периода, которое совпадает с полученным в предыдущем этапе. Это что-то такое, чрезвычайство, совсем все это шалит. Просто π пополам, двойка сокращается, π сокращается с корнем, получается 3 на π на ρg. То есть полное совпадение результатов написано на предыдущем стадии без каких бы то ни было изменений, дополнений и прочего, прочего, прочего. Но вот здесь вот, скажем так, в чем смысл применения формулы периода, если мы могли бы применить спокойное уравнение? Опять же, комментировал немножко, но, видимо, еще раз надо прокомментировать, в том плане, чем важно применять формулу для периода. Вот эта универсальная формула, интегральное, получается, выражение для периода, оно на самом деле более универсально. Это вычисление периода через интеграл. Здесь в этой задаче дало тот же результат. Вычисление t через интеграл. Фактически интеграл от потенциальной энергии. Оно более универсально, чем построение дифференциального уравнения. Более универсально, так как может быть выполнено, напишу. И в случаях, когда у нас получается... Когда решение дифференциальных уравнений неизвестно, когда решение уравнения движения неизвестно. Здесь-то мы о чем сделали вывод? Вернее, почему мы сделали вывод в том, что у нас такое простое решение, вернее, такое простое значение периода из уравнения движения. В том, что у нас уравнение движения получилось уравнением просто гармонических колебаний. И поэтому период его действительно известен, определяются параметрами задачи. В общем же случае бывает так, что у нас... Нередко бывает так, что диффурт получается сложным. Вы в этом имели сами возможность убедиться. Когда выводили диффуры через функции логанжа, они действительно получались какими-то сложными, нелинейными. И чаще всего допускали анализ только в простом случае приближения малых колебаний. И в то же время, даже если нам неизвестно решение, мы не можем построить точное решение задачи, уравнение какое-то нелинейное и ужасное, но можем взять интеграл от потенциальной энергии, то мы всегда сможем найти период колебаний в такой системе. Вот этим формула для периода интегральна, она ценна и важна. Очень ценна и важна, и поэтому на нее вот так вот застряется внимание. Ой, как-то у меня сегодня немножко рановато исчерпался материал. Давайте я сейчас выдам домашнее задание, выдам домашнее задание, и мы с вами что-нибудь еще. Но если будут какие-то вопросы текущие, там, организационные, можно будет рассудить, если нет, то можно будет спокойно разбегаться и все. Вот. Домашнее задание, значит. Домашнее задание. Давайте я на следующий слайд перелесну. Так, ДЗ. Напоминаю, что задача 1, это были две задачи из Ольховского. 2.51, 2.53 Ольховский. Ольховский. Задача под номером 3 сегодня у нас возникает, тоже еще на центральное поле. Первая, вторая, напоминаю там, про параметры орбиты. Параметры орбит. Третья задача, она следующая. Формулируется следующим образом. Получить траекторию. Получить траекторию. Получить уравнение траектории. Траектории в поле у равно минус альфа на r в квадрате. Вот такое поле. Решение для этого поля тоже легко достаточно строится, даже немножко полегче, чем для Кулоновского, и, собственно, чем решение задачи Кеплера. Поэтому на него можно обратить внимание определенное и тоже для него получить решение. Как минимум потому, что у нас... Решение строится проще, как минимум потому, что у нас в уравнении E для траектории, если мы запишем для одновременной задачи, у нас входят... В общем, два слагаемые, которые там есть под корнем, они оба зависят от r, как единицы на r в квадрате. У нас есть одно слагаемое, связанное с моментом импульса. Это m в квадрате на 2m на 2μ r в квадрате. Точнее, 2μ в квадрате r в квадрате. То, что называется центробежной энергией, центробежным барьером, препятствующим падению частицы на центр. И второй вариант, это вот... И получается, второй слагаемый имеет такую же структуру. В итоге мы можем сделать общую замену переменной и, исходя из этого, получить более простой... Ну, достаточно какой-то простой табличный интеграл для решения. Вот данная задача, она сформулирована в учебнике Ландау-Лившица, в курсе теоретической физики Ландау-Лившица. Ландау-Лившица. Там есть решение, можно привести. Так, Лившица. Как-то я Лившица-то странно написал. Ландау-Лившица. Том 1, механика. Том 1. Так. Сейчас точные координаты ее выдам. Точные координаты, потому что надо не ошибиться. Заодно покажу задачу саму. Что она действительно есть, что там действительно есть решение. Вот. Задача под номером 2. Так, параграф 15. Глава 3, параграф 15. Глава 3, параграф 15. Задача номер 2. Вот она сейчас на экране. На экране открыта. Так. Вот так, так, так. Глава 3. Параграф 15. Задача под номером 2. Уравнения достаточно легко интегрируются. Уравнения достаточно легко интегрируются. Должны, по крайней мере, легко интегрируются. Здесь видно, что в них входит угол. Ну, получается, в принципе, мы вполне достаточно спокойно. Ну, выражение для φ от R у нас есть. Общее для φ от R. Подставляя в нее потенциал, мы сможем найти то, что нас интересует. Здесь вот говорится, да, есть некоторые комментарии по решению задачи, что у нас есть возможность. Ну, в этой территории частица падает на центр. Она плавно по спирали подходит и тыкивается в этот центр рано или поздно. Причем происходит это за конечное время, хотя она совершает бесконечное число оборотов вокруг тела, вокруг центра. Вот такая несколько загадочная с точки зрения физики здесь происходит процесс. Но, тем не менее, тело падает на центр, он все больше и больше ускоряется, потому что момент имбульса сохраняется, а скорость, значит, должна расти по уменьшению радиуса. В итоге получается, что скорость движения тела вблизи нулевого расстояния будет уходить на бесконечность такой задачи. Но мы здесь пренебрегаем релятивистскими эффектами, к счастью. И, собственно, время падения нам, в общем-то, тоже здесь неважно, можно его не вычислять. Надо вот именно найти саму зависимость R от T или R от F. То, что здесь проведено в качестве решения. Фактически. Вот такое домашнее задание. Давайте на этом с вами на сегодня тогда остановимся. Если какие-то вопросы есть, организационные, пожалуйста, спрашивайте. Или по задачам все еще есть или нет, тогда давайте будем размиграться. Опять устанавливаем.